В минувшую пятницу в зале администрации района состоялось первое в этом году заседание антитеррористической комиссии, на котором присутствовали начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабовский Анзаур Гишев, главы сельских поселений, работники администрации. Провел заседание глава района Заур Хамирзов. На повестку дня было вынесено два вопроса. О состоянии миграционной обстановки на территории района и принимаемых мерах по соблюдению миграционного законодательства доложил начальник отделения миграционной службы межмуниципального отдела МВД России Кашхабовский Заур Бзасижев. Он отметил, что в последние годы миграция населения приобретает поистине глобальные масштабы, становясь важнейшим фактором экономического, социального, политического и культурного развития населения всего мира, отдельных стран и регионов. Как инструмент профилактики терроризма и экстремизма на территории обслуживаемого района, отделением по вопросам миграции и иными службами межмуниципального отдела выполняются правоприменительные функции в сфере противодействия нелегальной миграции, отмечает начальник отделения. За 12 месяцев 16-го года в целях стабилизации миграционной обстановки на территории Кашхабского района, а также в целях выявления и привлечения к ответственности лиц, нарушающих миграционное законодательство, отделением и всеми службами МОН в адресе Кашхабского проведено 9 оперативно-профилактических мероприятий. В период проведения ОПМ проверочным мероприятием подвержены объекты жилого сектора, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. В ходе совместно проведенных оперативно-профилактических мероприятий в указанных период фактов выявления так называемых резиновых адресов, а также фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, выявлено не было. Немаловажную роль в противодействии незаконной миграции играет тесная взаимодействие глав сельских поселений района с участковыми и полномочиями полиции. Во взаимодействии с участковыми осуществляется контроль за убытием иностранных гражданина, по истечению срока временного пребывания в Российской Федерации. В настоящее время за три месяца, с 17-го года, на этой территории района проведено четыре оперативно-профилактических мероприятия, направленные на выявление и пресечение права нарушения сферы миграции. Выявлено и привлечено к административной ответственности всего пять граждан за три месяца. Из них по статье 18.8.2. За нарушение режима пребывания иностранным гражданином на территории России. По статье 18.9.3. За предоставление жилого помещения иностранному гражданину, находящегося в нарушении режима пребывания в Тур-России. Выдверено за пределы Российской Федерации один иностранный гражданин, граждан Таджикистана. Заур Хамирзов потребовал от глав поселений особого внимания к вновь прибывшим в район гражданам. О работе Общественного совета ДКХС в плане противодействия терроризму рассказал председатель общественного движения Амин Непшикуев. Мы стараемся в своей деятельности сделать так, чтобы совместно с властью, с активистами нашего движения мы проводим много мероприятий, привлекая большое политическое население. Объектно свидетельствует и митинги, связанные с нашей трагедией 21 мая, День памяти и скорби, а также День ладыгейского флага и по многим мероприятиям. Мы активно вовлекаем людей, а также для встречи с наиболее выдающимися людьми, выходцами из нашего района, привлекаем и частной молодежи, а также и школьное молодежное движение. К сожалению, конечно, мы сказать, что детально знаем, что мы не можем, но в любом случае наши старания, они, думаю, несут достойный клад тем, чтобы предотвратить угрозу терроризма и тем более активной пропагандой в аулах, где наше движение действует, значит, проникновение чужих людей из других регионов. Такое, наверное, будет замечено и дано соответствующие противостояния. Об объектах с массовым пребыванием людей, расположенных на территории района и попадающих под требования постановления правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест, массового пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране полиции, доложил начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев. В завершении секретарь антитеррористической комиссии Руслан Тхагов зачитал проект решения. Руслан Тхагов